Вот этот на маленьком компьютере у нас организатор создал, как говорится, конференцию. На большом компьютере мы будем показывать как студент, то есть сидим как студент. То есть вводим идентификационный номер. Так, Иван Петрович сейчас работает на большом ноутбуке, выполняет роль студента. Так, вводим пароль, если он есть. Так, ну он скорее всего есть, да ведь? Да, ну там можно и без пароля сделать. Организатор работает вот на этом маленьком первом ноутбуке. Это его поле деятельности. Так, теперь мы отправили заявку. Сейчас ждем, когда нас организатор подкручит. То есть организатор подключает нас. Так, мы акцент делаем на большой ноутбук. Это для вас, студенты. Первый ноутбук – это работает преподаватель. Мы ведем параллельную работу, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Итак, вот пожалуйста, там где я, как студент. Итак, когда вы представились, сказали все. Мы заходим в демонстрацию экрана. То есть мы вот как студенты заходим в демонстрацию экрана. Вот, то есть зашли. Выбираем нужную нам презентацию, которая заранее открыта уже. Эту презентацию, я уточню, эту презентацию мы открываем до момента вхождения в Zoom. Да, совершенно верно. То есть она должна заранее быть открыта, свернута и, как говорится, просто лежать. Вот на нижней панели она находится в свернутом состоянии, в свернутом виде. Как только она вам понадобилась, а она понадобится вам первые минуты, потому что вы защищаться будете по ней, вы ее открываете, как показал сейчас Иван Петрович. Два щелчка. То есть два щелчка мы открыли. И у нас непосредственно здесь тоже появилась. Тоже она будет появляться. Вот, пожалуйста. Вот, смотрите, два параллельных экрана. Первый план ноутбук – это то, что видит преподаватель. Картинку такую. Задний план большой ноутбук – это ваше поле деятельности. Вы в нем работаете. Естественно, переходим на большой экран, то есть нажмем клавишу F5. Так, подождите. F5, они уже знают, наверное, но на следующий случай пока. Вот она у нас, жмем на нее, и у нас переходит в полный режим. Так, полностью экрана F5 нажали. То есть, естественно, здесь только убедительная просьба, уважаемые студенты. Делайте все это без анимации. Потому что ноутбук у вас быстро открывается. У преподавателей, те, кто будет видеть, у вас это все будет в замедленном виде. Так, обращаю ваше внимание, уважаемые студенты, анимация вообще в презентациях нынче не нужна. Она только лишь затрудняет процесс восприятия. И поэтому анимацию мы не используем ни сейчас, ни когда вообще. Это уже все ушло в прошлое. Никакого движения, никаких анимационных вещей не нужно делать. Не усложняйте работу ни себе, ни преподавателю. То есть, как только вы защитились, все, вы делаете остановку, остановить демонстрацию. Так, в этот момент я обращаю ваше внимание на то, что преподаватель, организатор, он ведет запись. Да, запись идет. Эта запись необходима для того, чтобы потом поработать с вами, с теми западающими моментами, которые у вас были. Ваше время 10 минут. 5 минут времени вы отвечаете, 5 минут времени отводится на вопросы уточняющего характера, если вдруг преподаватель что-то не поймет. Еще раз, у вас 5 минут. Будьте, пожалуйста, внимательны к составлению слайдов и той информации, которую вы хотите за 5 минут донести до вашего преподавателя. Вот смотрите, когда вы начнете демонстрироваться, у вас появится запись, чтобы вы имели в виду то, что запись ведется. То есть на зеленом фоне будет моргать такая красная кнопочка в зеленом, в зеленой оболочке. Вот она. То, что ведется запись. Если вдруг по каким-то причинам куратор группы забудет ее включить, пожалуйста, за студентом, вы помоложе напомните ему, что он должен включить эту запись. У вас есть значок, вот здесь показывает Иван Петрович ручкой. Он мигает, что запись ведется, что это не тайная запись. А вы предупреждены. Так. Опять же повторюсь, после того, когда вы все это продемонстрировали, рассказали, все, останавливаете трансляцию. Вот видите, сейчас, Иван Петрович, я подтверждаю ваши слова, снимая два экрана. То есть экран у преподавателя отвечает несколько замедленно. Вы уже готовы дальше работать, а у преподавателя только-только информация появляется. Поэтому убирайте к ресторане всякие анимации и ненужные элементы. Как только вы сделали, то есть останавливаете демонстрацию, и вы снова возвращаетесь в режим конференции для ответа на вопросы. Когда вы вернулись в режим конференции, запись указана, то, что она находится в данный момент вот здесь. Вот то, что запись ведется. Если ничего нету, то есть, к примеру, допустим, так вот. Видите, запись исчезла. То есть даже педагог поставил на паузу. То есть это очень важный момент. Итак, давайте первое. Первый момент. У вас времени 10 минут. 5 минут времени вы рассказываете информацию по презентации. Следующие 5 минут вам задаются вопросы, и ваш экран будет выглядеть вот таким образом. Здесь в конференции у вас будут принимать участие 3 человека. Организатор, коим является куратор вашей группы. Преподаватель 1 и преподаватель 2. Так ведь, Мария Викторовна, там 2 преподавателя. Да, 2 преподавателя. И вы. То есть вот здесь на экране будет 4 окошечка. Вас будет слушать 4 человека вместе с вами. Так, еще какие тонкости, Нюанси? Как только. Для студентов именно, для преподавателей мы уже сняли подобное видео, и преподаватели уже в курсе, что информация записана, и где ее искать, и она будет храниться в качестве доказательств того, что вы курсовую работу ставили. А, вот еще один момент, пока я вам, Петрович, не забыть, что хотели сказать. Марина Викторовна, по поводу отметки. Когда она будет озвучена студентам? Отметка будет озвучена сразу же после выступления. То есть, как только вы выступили, как только вы проговорили, уже преподаватель вместе с куратором озвучивает вашу отметку. Ничего ждать не надо, вы ее получаете сразу же. Так. Все. Как только вы узнали свою оценку, вы выходите из конференции. Угу. Вот, жмете выход из конференции. Так, говорите до свидания, спасибо большое. И нажимаете на выход из конференции. Еще раз подтверждайте то, что вы действительно хотите выйти. И все. И все. И на этом закмажется. Вы с пятеркой и с чистой совестью ходите отдыхать. Все. Всем спасибо. До свидания. До свидания.